приветствуем вас в новом 2022 году на канале раиса горяченко дача сад огород цветы первое видео в новом году мы посвящаем красоте в нашей жизни цветам цветы дарят нам радость солнечное настроение настраивают нас на музыкальную веселую волну вот поэтому мы предлагаем вашему вниманию агрогороскоп цветовода на январь 2022 года в первом месяце года кто-то начинает только посевы семян цветов на рассаду а кто-то уже занят пикировкой пересадкой перевалкой рассады цветочных растений об этих важных агро приемах а вернее о самых благоприятных периодах проведения посевов пересадок перевалок поливов подкормок и о других делах мы расскажем в этом видео напоминаем что мы агрогороскоп составляем по московскому времени благодаря этому времени можно определить с помощью интернета свое местное время смотрите сегодня у нас 1 января это время и праздника и выходного на работе связанной с нашими растениями цветочными растениями ну а завтра у нас на волоне и вплоть до 5 января 2022 года это не рабочие дни с растениями и семенами это время гекаты 2 января новолуние но что можно делать мы уже вам давали агрогороскоп поливов и сообщали что в стрельце первого поливы бесполезны а смотрите завтра уже можно поливать и третьего тоже поливайте так чтобы насытить корни растений водичкой в новолуние мы не даем подкормку растение не принимает в это время никакое питание только водичка это небольшом количестве а затем почему нужно 3 хорошо полить потому что 4 и 5 время водолея нельзя поливать не то что сеять садить здесь вообще ничего нельзя делать это время как раз выходных и праздников которые будут продолжаться у нас благодаря вот этому периоду новолуния и гекаты зато уже 6 после где-то 4 5 часов утром не будем же мы очень рано просыпаться хотя у нас есть регионы которые очень рано начинают различные работы делайте это после пяти часов утра это даже будет лучше что можно сделать 6 после 5 седьмого все 24 часа а можно сеять семена цветов на рассаду в рыбах на растущей луне прекрасно получается растение мы уже не раз в этом убеждались и кстати наши подписчики тоже уже это испытали а также в рыбах на растущей луне те кто уже заранее посеял в ноябре в декабре есть уже всходы и нужна пикировка поэтому для рассады самое время провести пикировку можно пересадку перевалку рассады и в это время поливы и подкормочка 50 процентов от предлагаемой подкормки по инструкции на данном удобрении вот это очень важно сделать далее время восьмого перехода время из луны из знака рыбы в знак овен здесь луна без курса поэтому мы ничего не делаем и не используем время рыб будьте внимательны здесь время овна начинается после девяти часов вот что можно сделать так вот зеленые операции провести у кого-то там где-то после пикировки остались зеленые листики вот семидольные нужно где-то обрезать а для тех кто уже занимается цветущими растениями естественно там где уже подсохли цветоносы сухие вот эти стебли листики все это можно убрать восьмого овне сделайте это восьмого после девяти часов потому что девятого переход луны из первой во вторую фазу в это время мы ничего не делаем с растениями и семенами в том числе и это время стрессовое хотя она длится всего 24 часа но это время сложное для земли для людей и для растений десятого уже будет переход луны из знака овен это у нас растущая луна но здесь луна без курса с десяти часов до двадцати четырех минут до момента перехода в этот прекрасный любимый знак многими цветоводами это значит что будет нас ожидать время благоприятное время плодородного тельца после восемнадцати часов можно ох сколько можно будет сделать давайте мы время еще раз назовем после восемнадцати часов 10 11 все 24 часа и 12 все 24 часа можно нарезать и укоренять череночки комнатных цветов сеять семена на рассаду цветочные различные растения проводить уже пикировку рассады пересадку перевалку рассады поливы подкормки очень хороши уже в это время все равно напоминаю время не очень хорошее для того чтобы много перекармливать растения делайте все время 50 процентов зимой тем более январь это еще не очень длинные световые дни даже при подсветке физиологические процессы проходят медленно так что с подкормкой будьте внимательны а также можно высаживать луковички луковичных цветов на выгонку или просто высаживать для получения ранних цветов в теплице тоже можно это делать перевалку комнатных растений для комнатных растений все то же самое что и для цветочных растений которые мы будем высаживать уже раз в рассаде в открытом грунте когда начнется тепло вот такой у нас замечательный период и сразу же хочу предупредить что 13 мы ничего не делаем хотя утром будет как будто бы находиться луна в знаке телес до 6 часов утра но в 6 часов 8 минут уже будет переход в знак близнецы а это время уже нельзя поливать растения поэтому 12 лучше вечером полить а уже утром не беспокоить растения в близнецах будет находиться луна 13 и 14 также 15 будет находиться до 19 часов 11 минут но луна без курса будет 15 с утра с 5 часов 23 минут до 19 часов 11 минут вот что можно в близнецах сделать а в близнецах мы можем провести подзимний посев цветов семян цветов имеется ввиду высаживать луковичные на выгонку или же в теплице это хорошее время но напоминаю что в это время поливать нельзя значит заранее увлажняйте почву кстати в это время можно делить цветочные растения очень хорошо в близнецах знак стихии воздуха не загнивают растения так что используйте это время для вот таких хороших дел с растениями цветов и уже 15 вечером после 19.30 а лучше после 18 часов и до конца суток у нас очень хороший период короткий потому что 16 казалось бы знак рак но это время уже начало сожженного пути полнолуния очень сложный период мы просто напросто уже испытались только раз вот эти периоды растение как будто бы и растет но мы не получаем того результата который на который мы естественно планируем и надеемся поэтому вот в 20 часов 15 до конца суток в раке пожалуйста можно сеять семена на рассаду цветочных растений заниматься пикировкой пересадкой перевалкой в общем все что нужно делать с рассадой делайте все замечательно получится и пассивы очень хорошие как раз перед сожженным путем полнолуния который у нас будет продолжаться 16 17 затем 18 само полнолуние в знаке лев и 19 и 20 вот этот период сожженного пути полнолуния здесь 20 добавляется луна еще без курса с 11 часов 17 минут до 17 часов 2 минут а затем начинается замечательный такой период время девы сразу же после полнолуния сожженного пути полнолуния хорошее время здесь и вершки и корешки но в данном случае у нас цветочные растения нам нужно только о вершках заботиться но естественно чтобы корни тоже были крепкие и наши растения долго красиво цвели были здоровы и вот как можно использовать вот 20 уже после 18 часов лучше это сделать можно уже сеять семена цветов на рассаду мы все это делаем в квартирах в домах это холодное время но мы занимаемся посевом это удобно и вечером чем позже тем лучше и это можно делать 21 и 22 22 желательно до 20 часов затем луна без курса уже с 22 часов 47 минут до конца суток лучше до 20 часов это продуктивное время самое лучшее что можно в деле делать дева покровительствует всем абсолютно цветам и очень хорошо идет укоренение наших цветочных растений комнатных это и нарезка и укоренение сразу черенков различных растений если у вас уже нарезаны черенки можете садовые растения тоже укоренять в это время доставайте с холодильника или другого места где хранили череночки можно начинать этот период можно высаживать луковичные цветы любые и на выгонку и просто в теплице различные цветочные растения я почему вот этому внимание уделяю моменту потому что будет очень такая влажная весна и зима много осадков и луковичные цветы могут гнить в открытом грунте вот лучше сейчас вот их высадить в какие-то емкости или в теплице для того чтобы регулировать вот это количество воды у луковиц так что если это интересная тема прислушайтесь и используйте в деле также хорошо для цветочных растений пикировка перевалка посадка пересадка рассады поливы и подкормочки вот это очень хорошее такое плодотворное время видите сколько времени у нас много дается девы для этих важных дел затем у нас период уже такой более менее меньше дел и забот это знак весы весы луна перейдет из дев в час ночи 4 минуты начнется период весов и будет длиться 23 и 24 ну и 25 сейчас давайте покажу 25 утром до 6 часов 58 минут это время перехода луны из 3 в 4 фазы ну а в весах мы напомним что можно делать в весах возвращаемся в весах хорошо проводить зеленые операции быстренько присыхают раночки и аккуратненько все равно проводите все обрезки кстати можно сеять семена на рассаду цветочных растений но заранее увлажнить надо землю ну и делить растение очень хорошо в весах напоминаю нельзя поливать растение в это время 25 луна уже будет в скорпионе после 8 часов но здесь ничего мы не делаем потому что вот такое стрессовое время 26 и 27 января луна будет находиться в знаке скорпион это убывающая глубокая убывающая луна можно заняться пикировкой посадкой пересадкой перевалкой рассадой а также поливать и подкармливать растение все ближе ближе конец января уже 28 луна будет в знаке стрелец кстати переход будет 27 в 10 часов 35 минут в этот знак ну а в 30 зеленые операции только проводим и других дел никаких мы не делаем в этом знаке на убывающей луне и уже 29 луна перейдет в знак козерог в 12 часов 10 минут и здесь будет находиться в козероге и 30 и 31 утром до обеда до 12 часов 43 минут в козероге это глубокая убывающая луна можно нарезать и укоренять череночки получится хорошо это касается комнатных растений а также садовые то что вы нарезали черенки поливать подкармливать и проводить зеленые операции в козероге просто-напросто даже нужно очень хорошо если не успели провести зеленые операции в козероге тогда уже после обеда можете продолжить эту работу водолеи 31 водолеи до конца суток можно проводить зеленые операции но ни в коем случае нельзя поливать растения в знаке водолеи вот он весь агрогороскоп на январь 2022 года невероятно приятные ощущения у нас авторов канала а именно раиса горяченко и александра волика в это утро первое утро 2022 года мы вновь с вами уважаемые подписчики участники групп социальных сетей мы общаемся делимся снова своими знаниями и опытом это просто великолепно что так приятно начинается новый 2022 год и мы опять вам говорим до новой встречи на нашем канале всем здравия благополучия мира добра и благодатной погоды пока пока